Я благодарю Тебя, Господь, за Твою милость и благодать. Я благодарю Тебя, Господь, что мы опять имеем возможность слышать Твое Слово, учиться от Тебя. И я прошу Тебя, мой Бог, просто открой наши уши, открой наше сердце, чтобы мы могли слышать, Господь, то, что Ты приготовил для нас сегодня. Пускай эти знания, эти уроки помогут нам еще больше близиться и познать Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня у нас последняя тема у Царствия Божьего. И прежде чем мы будем изучать места искусствами, нам предлагают изучить... Тема называется «Награда верному родным». Награда верному... Здравствуйте, Геннадий! Я же думаю, кого-то не хватает. Кто-то должен быть, но забыл кто. И тут верно напомню. Мы изучаем сегодня пятый урок, последний урок о Царстве Божьем. И урок называется «Награда верному рабу». Мы изучали счастье в Божьем Царстве, мы изучали утверждение Божьего Царства, как это Божье Царство через нас утверждается на земле. Мы изучали признаки Божьего Царства и Царство Сатаны, чтобы понимать и не перепутать, куда мы идем и что нам нужно. И мы изучали, что же такое Царство Божье, где мы находимся. И сегодня мы награда человеку, который дойдет до конца. Каждый человек дойдет до конца. И каждый получит свою награду. Каждый человек. И мы это увидим в своей Библии. Прежде чем мы будем изучать разные предложенные нам места из Писаний, я хочу, чтобы мы прочитали о детях. Дети Царства Тьмы и Дети Божьего Царства. Какие характеристики нам предложат. Сначала начнем с Детей Царства Тьмы. Первое. Это дети, кто живет в Царстве Мира Сего, являются детьми Сатаны. То есть все люди, которые живут в Царстве этого Мира, являются детьми Сатаны. Дети дьявола распространяются там. Всякие творящие неправду и не любящие Бога, не от Бога, равно и не любящие радость твоего. То есть первая характеристика, по которой определяется, кто он, какому сословию, кто его отец. Когда Иисуса сказали, что твой отец дьявол, он говорит, ну, мой отец Бог. Потому что я творю его дела. Я говорю правду, я делаю истину, я делаю добрые дела. А вы дети дьявола, потому что вы дети неправды, вы дети лжи. И первый урок, как отличить детей тьмы, это люди, которые творят неправду, которые не любят Бога. А как они не любят Бога? Потому что они не любят брата своего. То есть если человек допускает в своей жизни обидеть своего ближнего, обидеть человека, или открыть свой рот на свою маму, или на своих детей, обидеть, это уже нужно подумать, на какую сторону ты забежал. Кто тебя имеет право на тебя? Потому что написано в Библии, тот, кто не почитает отца и мать, тобой дни жизни продлятся. Почитай, уважай, не жизни продлятся. Второе. Дети сатаны живут в неверии и в ултарстве. Они всегда сомневаются, они всегда спорят, они всегда что-то доказывают, они слышат только себя, для них нет авторитетов, для них нет никого в домов и снов, ну, поправить их, они самые умные, самые красивые, они всегда вставляют свои какие-то, как говорят, пять копеек, не понимая вообще, о чем идет речь. То есть люди, которые дети сатаны, они живут в неверии и в улте. Вообще, включи свет, пожалуйста, просто я не помню, чтобы я мог видеть время, потому что у меня еще не арк сейчас готов ехать после 30. У меня же много детей. Если бы я был бы только один, для детей, таких у меня много. Молодежь, как и лета. Третье. Третье. Дети, царство тьмы, им предстоит провести вечность в аду. То есть, ну, какая характеристика, да? То есть, этим детям, этим людям, которые живут в бунтарстве, которые живут в неверии, которые делают постоянные бунты, которые постоянно, ну, сомневаются, да, или постоянно, там, ну, не уважают своих ближних. Вечная жизнь в аду. Следующее. Эти люди находятся во тьме. Что значит тьма, да? Это там, где нет света, правильно? Тьма, это в чем-то невежество. То есть, к примеру, да, некоторые считают, что нормально жить так, как они живут. Но когда открываешь им глаза, когда говоришь им истину, когда доводишь им аргументы, они говорят, да, действительно, это неправильно. Но пока они во тьме. Я пока, я 13 лет назад считал все, что я делаю, это правильно. Классно. Да, это правильно и классно, и отлично, когда маме в три короба нагнало. Это я свои права отставил. Я считал, что это правильно. А сейчас я считаю, что это неправильно. Потому что я маму не рождал. Мама меня рождала. Ваши мамы. Следующее. Дети царства тьмы, они постоянно лгут, противостоят истине и не любят истину. Постоянно оботманят. Постоянно, ну, восстают на то, что действительно истина. Восстают против Божьего слова. Что-то там называют, это по-разному. Это зомбирование, это промывание мозгов, это котировка, как можно так сильно удаляться в это все. Ну, ни в коем случае так хватит. Нет. Люди, которые царствуют тьмы, это их характеристика. Они живут, противостоят истине, брут постоянно, постоянно их можно угловить. Сегодня не говорят одно, зато другое, просто на предыдущие. Следующее. Эти люди любят все, что предлагает этот мир. Без перебора. Не важно, что это, для них все равно, если это как вороны, для них это блестит, все, это классно. Музыка, да? Не струсится, вверх слепается. Не имеет значения слова. А на самом деле, что делает наша жизнь? Это слова. Я когда слушаю там песни, которые, от которых когда-то я получал драйв, я думаю, как учиться? Уши заворачиваются. Ну, и многие пикты. То, что предлагают. Я сегодня смотрел мультик, с новинником. Да, сегодня что? И суть мультика заключается в том, что одну собачку не взяли на выступление. Почему не взяли? Потому что у него не было айфона. А там не айфон, но там лайфон. И тот какими-то правдами, неправдами допыл этот лайфон, приходит, а его опять не берут. Говорит, а почему вы меня не берете? Потому что у тебя уже устаревшая модель. Нужно лайфон 2. И вот эта гонка за новшествами, за какими-то непонятными вещами, которые на самом деле они необходимы. Я не говорю, что плохо иметь современный телефон. Я не говорю, что это плохо. Но тебе достаточно того, что есть, а не изеленный корпус. Причем через полгода. Следующее. Эти люди живут по желанию своей плоти. Дети царства тьмы они живут по плоти. Глаза. О, видел все. Он уже влюбился в одну, в другую, в третью. Он всех любит. Или она, о, за каждым бегом. Или все мне, мое для меня. Следующее. Дети царства тьмы они злые и неподборные. То есть они всегда раздражаются по любому поводу. Они не покоряются власти. Они не покоряются авторитетом. Они не покоряются здравому смыслу вообще. То есть они раздражаются всегда. Они злятся. Они всегда выказывают своих нем. это дети царства тьмы. И если мы еще одной так живем, то есть мы должны понимать, что мы уже дети света. Что мы уже не принадлежим этому миру. Мы уже принадлежим царству почек. Следующее. Дети царства тьмы они горды и надменны. Они надмиваются над всем разумным. Они превозносятся над любым человеком. Они выказывают свой ум только. Как будто только они самые грамотные, самые умные. Они унижают чьё-то достоинство. Они как бы издеваются над выбором другого человека. Они смеются над решением другого человека или над какими-то качествами другого человека. Когда человек только рассказывает я, 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 значит, ты не влахов. Не в той, не с той стороны барька. Следующее. Эти дети живут в рабстве греха. Они находятся в рабстве. Завладелые в любой грехе искушения, похоть, ярость, гнев, обман, блуд, воровство, пьянство, зависимость. Дети не живут в рабстве. Следующее. Они нечестные ильстивые. То есть, нечестные ильстивые это имеется ввиду, что они в глаза говорят одно, а думают совсем другое. Они лицемерные. Да, лицемерные. Они лицемерные. Они всяческими путями пытаются завладеть чем-то чем-то от другого человека. Говорят, в три короба, лишь бы получить свое. А потом подрованиваются. Больше мужчин. Да, мужчин. Следующее. Эти дети живут по законам ненависти и раздражения. Они ненавидят ничего доброго и хорошего, что их дружат. Они ненавидят и раздражаются на любое, по любому поводу. Да, это правда. Мы все такие были. Я же пережила. Конечно. Ну, еще есть обзалозки, но стараемся. Мы стараемся. Работаем. Просто в стенку билось и все. Представь. То есть эти дети тьмы они живут по закону ненависти и раздражения. постоянно спорят, постоянно что-то доказывают, постоянно какие-то как спичник. И все, они уже меня летятся. Следующее. Не прощают, гневаются друг на друга, постоянно вражду. То есть эти люди постоянно в обитах, в непрощении, в сплетнях, в наговорах, в обвинениях каких-то. Постоянно еще споры какие-то. Гнев, раздражаются, поспорить с кем-то, кому-то что-то доказать. На Брайтене. На Брайтене. Мать, доказывают, что. Что ты доказываешь? Я любила, прям выходила. Да, это дети соц. Представляешь? Кошмар. Следующее. Отрицательно влияют на людей. То есть если возле тебя человек не меняется, ты не находишься, ты не ребенок какой-то царств. То есть если возле тебя ты несешь негатив, другое дело, хочет он поменяться, стать каким-то, как ты, или не хочешь, это другое дело. Но если ты приходишь и наоборот становишься, как они, как некоторые верующие, говорят, другое право с ним. Не надо никому говорить о том, что я хожу в церковь. Не надо. У меня своя жизнь. В церкви ангелы они по-своему. Почему? Потому что они отрицательно влияют или же на них или на них же сами. Они переманивают на свою сторону, переубеждают и сплошь и рядают. Есть некоторые люди, которые приезжают в церковь, и они не хотят меняться. И им же надо оправдать. И они втягивают в свою же кабалу, как я говорю, в свою петлю других людей, которые, может быть, не зреют или зависят от мнения людей тоже. Или же они не имеют своего мнения. Не могут поступить в колокол в стол. Как такая ситуация? Что ж? Следующее. Эти дети живут в пахотях, ведут аморальный образ жизни. Расправы. там. Даже слова скажут. Следующее. Скупы и завистливы. То есть, дети царств и мы не жадны. Они скупые. Они завидуют всегда. Они ну лишь бы только всем было хуже, чем им. Как только кто-то кому-то лучше, чем ему, все, задавится этой желчи, алчности. Следующее. Они злословят и клевещат. Маты. Обидные слова. Наклепы, наговаривают, сплетничают. Люди, которые дети царств. Все жители Украины в отцарстве, все жители старцев. Да? Потому они получаются. Да, да, да. Это сейчас. Почему? Следующее. Дети Божьего царства, у них есть свои характеристики. Следующее. основа их жизни вера и послушание. Они не бунтуют, не ропщат и никогда никого не осуждают. То есть, дети царства Божьего царства, они живут в вере и послушании. Это номер один. Я верю в Богу, я верю в Божьем условии, я верю в Его истину, я послушный, я выполняю. То есть, если вы изучите иерархию церкви, иерархию семьи, иерархию работы, если ты кого-то не слушаешь, к примеру, ну, там, к примеру, жены, они должны слушать своих мужей. Почему? Потому что они под ними, а не на дне. Дети должны слушать своих родителей. Внуки должны слушать своих родителей и дедушек. Правнуки а муж должен слушать Бога. Последнее слово в семье это муж. Он может выслушать всех, но принять свое решение. Потому что он ледокол в семье. Но почему-то некоторые жены, некоторые женщины не собрали эту привидевую и тащат корабль семьи на своем хорбу. А мужчины к нему как разница, не хотите меня слушать, ваше личное вещество. Их очень много несчастных семей. Несчастные жены, несчастные дети, разбитые семьи. Вроде бы живут все на людях все хорошо, а внутри семьи почему-то потому что нарушение и рак. На работе тебя выгоняют постоянно с работы. Потому что ты не послушный. Но дети Царства Божьего они послушные, они верят, они не бутуют, не ропщат, не судят никого, не говорят кто лучше, кто хуже. Я сегодня встретился с таким человеком, давно верующим, очень верующим. Ему рассказывают какие-то вещи непонятные, кто тут кто делает, кто не так смотрит, кто не это, кто смотрит и думает, сколько тебе лет? Если ты ребенок Царства Божьего, какая разница кто что делает, ты за собой снят. Ты смотри за свои позиции, за свои реакции. Следующее. Дети Божьего Царства наследуют вечную жизнь. Наследство детей Божьего Царства это жизнь вечная. Мы сегодня смотрели книгу вчера взяли и картины ада и рая нарисованные Карлашом. Ну просто ну и все читаешь все основаны Библией картины основаны Библией. Так как это Библия написана. Следующее. Дети Царства Божьего они ходят во свете не участвуют в делах тьмы а удаляются от них. То есть они ищут истины. То есть прежде чем что-то сделать они посмотрят это соответствует Божьим Солнцам. Если они не могут найти это Библии они позволят Пасху они позволят платить наставник они уточняют а правильно я помню я только покаялся где-то через полгода кажется больше а полгода где-то сентябрь месяца восемь когда день выпускников встречи весной феврале и меня пригласили на день выпускников и я такой думаю идти или не идти идти не идти и хочется всех убить и не хочется и думаешь что там живут Питер ты же обязательно упадешь я посмотрел своего пастора и пастор говорит ну давай подумай ты можешь сказать нет когда тебе будут наливать я говорю нет ты подъем что тебе надо туда идти смысл я не был смысл твоего похода навстречу выпускников где будет длиться водка где будут над тобой смеяться где ты утаишь естественно свою причастность к чему-то и ты дашь по полной программе или же если ты даже если ты будешь говорить всем о Боге но внутри тебя себя да и слабый может быть ты не при всех но где-то в сторонке дернешь все равно смысл если ты не уверен да не 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 участвуй в делах этого мира не участвуй в делах этого мира не участвуй если ты слабый на зависимость или например если люди они живут в обмане творят бизнес обманчив и ты понимаешь что ты или ставишь палку в колеса чтобы все разломается или ты сам себя удалишь от просто удали себя и все смысл следующее посвящают себя истинно и не обманывают никого дети Божьего Царства они посвятили себя жизни по Божьему слову и они делают все чтобы не обмануть конечно же нету людей которые честны нету кто-то все равно в чем обман кто-то все равно что-то недоговаривает кто-то что-то скрывает ну по-любому я примеру своей жене не все рассказываю потому что если бы я рассказал бы все то в нем волосы были зная эмоции своей жены я недоговариваю не за того что я просто хочу сохранить ее целостность внутреннего мира но я считаю что это неправильно муж и жена они ходили на гея друг перед другом и не боялись и не стеснялись понимаете и не боялись и не стеснялись знаете почему знаете почему ну в идеальной семье ну идеальная семья это была только первая Адам и Ев вот вот в идеальной семье почему не было страха ни о чем потому что они были два зрелых человека как я понимаю что у них не было страха Ева пришла и свободно сказала Адаму слушай и Адам даже в мыслях у него не было что его жена может подсунуть ему змею у него даже вниз их не было а жена уже на то время она спуталась от мальчика и она постеснялась сказать то есть когда она спуталась с дьявола все ее целостность нарушилась и если в отношениях между друзьями между родителями детьми есть какая-то недомовка или страх сказать что-то все это уже не так ну к примеру я не могу многие вещи сказать только ну я просто знаю ее эмоциональное состояние и мне легче чтобы она через время что-то узнала чем выпулить ей еще убежали надо стать сейчас будем дома пытать русскими такие хорошие поговорки какая маленькая ложь рождает большого недоверия конечно маленькая ложь рождает большого недоверия или ну к примеру я еще больше могу сказать маленькая правда маленькая правда да ты можешь сказать маленькую правду она может родить а еще больше недоверия но мы должны говорить все равно правду мы должны говорить истинно но семью создают два зрелых человека и если ну в этих зрелости нет нет чего я в своей семье знаю что мы еще мы еще далеко несовершенные и далеко еще возможно незрелые для того чтобы открыть друг думать по этой вещи и это но и это нехорошо потому что дети царств тьмы они посвящаются свои сны и не обманывают и не боятся сказать что не боятся быть униженными или оскорбленными или там получить раздражение почему в некоторых семьях не открываются тот или другой потому что боится за свою открытость быть униженным или осмеянным или обиженным или же боится что его там не поймут или же обозвут потом или еще что и очень много семей мужчин и женщин когда они еще не создали семью и не начали жениться у них все радужные мечты но когда открылась нагода вот тогда он создавался комплекс очень много комплексов у верующих очень много посвящают себя истинно и не обманывают никого чувствуют себя чужими в этом мире помнят о том что они здесь временно что они граждане нет то есть верующий человек человек царства божьего ему чуждо находиться в этом ему стыдно пойти в те места которые предлагают просто стыдно ему стыдно находиться в общении с некоторыми людьми потому что у него уши заворачиваются от тех историй или ман которые он совершил стыдно просто и они понимают что их жизнь на земле она временна если эта жизнь она имеет какой-то определенный отрезок времени то они стараются сохранить себя в святости и чистоте чем распылить себя на этот день следующий дети божьего царства живут по духу и водимы святого духа то есть эти люди ну многие из бахтар как быть водимым духом как жить по духу то есть первое нужно изучить божье слово потому что дух святой говорит от бога божье слово посредством божьего слова и если нету божьего слова как ты будешь водим например мне многие из бахтар как ты вот опами я молюсь 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 и дух что-то не открывай в это воскресенье мы будем изучать очень хорошую тему сила имени божьего потому что бог нам дал самую большую силу на этой земле это свое имя и бог дал мне сегодня посредством духа святого 9 месяцев писания то есть я всегда я молитву я листочек ручка я сразу записываю я без библии без еще то есть дух из-за того что во мне есть пример как быть в один дух когда нужно принять какое-то решение уже дух святой напоминает а в этой ситуации нужно так поступить здесь нужно так следировать а вот притча говорит вот это а Иисус вот так поступил а Даниил вот так говорит а в бытие библейские персонажи из-за того что они вот так поступили получили вот так а израильский народ пустыни из-за того что вот так вот так или когда тебе задают вопрос Дух святой сразу тебе дает какой-то ответ на основание Божьего слов я приехал Гене и Гена говорит вот у меня новый работник и он говорит спор насчет вероисповеданий и он задал ему Гена только не сказал у меня дух построил всю структуру разговора у меня все по полочкам и только он задал развернулся и пошел ему больше не было даже что сказать я не знаю что он говорил у меня со спиной но я ушел и он стоял с открытым ртом и мне было даже парировать нечего потому что Дух святой уже все построил то есть дети Божьи они водили Духом Божьим а Дух Божий тебя будет водить только на основании Божьего слов некоторые люди говорят мне Дух святой сказал чтобы я сегодня не ел или делал вот это где это в Библии написано что ты сегодня именно сегодня не ел 26 августа основание к примеру да мне что сделать сделать выше то есть к примеру гена я сегодня пример постов и он говорит я читал и прочитал пророка Даниила и он сказал что тот постился 1400 сколько 1315 дней и Бог просто побудил в нем сказал ему ты должен столько поститься и я поменяю твою жизненную ситуацию и он взял это решение и верно осталось сколько людей его отговаривали сбивали переубеждали он говорит нет я не дух божий сказал у меня слово есть и он отпустился все свои посты и Бог поменял ситуацию вера ходит на церковь ситуация семейная не решалась вообще закрылась дверь и она услышала возьми 50 постов она взяла 50 постов 24 25 постов взяла и ситуация начала решаться и говорит как раз к тому времени когда я закончу 50 пост я получаю ответ дети приедут и все начало решаться почему вводим и духом Божий есть основания есть фундамент к примеру некоторые люди говорят я верю что служите Господу и Бог благословит ваш хлеб и вод берут это слово и начинают служить а не благословение почему потому что Бог не призывал возможности обслужения потому что я всегда говорю если ты получил откровение от Бога Бог должен излить это все если Он не изливает ты должен задуматься да следующее дети божьего царства ведут святой образ жизни и не грешат но ему сказать что нету верующих людей которые грешат все согрешили в чем то все равно согрешили но отличие верующего человека от неверующего человека что когда верующий согрешил в чем либо он становится на колени и говорит ой прости меня я как же прости меня я совершил это прости меня я там обманул или искусился или посмотрел с возжилением или ну поменял съел 5 тортов кусков торта вместо двух перешел через дорогу да перешел через дорогу на красный свет то есть нарушил правила дорожного движения мы не считаем что это нормально я за 5 лет у меня был только один тикет идут на еменной машине я опоздал на одну минуту с паркингом и бегу и полицейская я ей крещу свищу она вот так все равно одну минуту я опоздал с паркингом дабл паркинг на уборке и она мне дала тикет я спокойно пошел заплатил все у меня больше нет тикет а сейчас у тебя не было тикетов я же подошли не было тикетов и тут я прихожу и открываю почту а мне тикет за красный свет у меня волосы дымом стали за скорость и я сказал все я каюсь господи и я не нарушаю больше все я покаялся и я езжу по спиртам медленней быстро не имею значения все положено 50 ну там разрешается там 50 пускай 2 да там 52 48 но уже не езжу как раньше 59 или там 60 или 58 потому что я получил за 37 за сколько еще 37 39 40 37 все я сказал все я понял 32 33 максимум 52 то есть 2,2,2,3 мили некуда спешить да полиция если остановит ты потратишь больше времени да чем ты будешь приехать на нарушение еще и плюс в корт пойдешь ну еще в корт пойдешь еще и тикет получишь еще и штраф заплатишь поинт ну короче ну человек радостный следующее дети старства почвы они кромкие смиренные они не хвалятся они не говорят о себе слишком много да не слишком много говорят с ним ну я просто привожу примеры которые работают в моей жизни то есть они кроткие они смиренные они не хвалятся они говорят о себе слишком много кротость и смирение это качество ребенка Божьего чем отличался Иисус от всех людей которые были на земле чем отличается он был кротким он был смиренный написано что его кротость была настолько что он трости надломленной не ломал он был как ягненок когда его вели на кресло написано что он был как агнец Божий то есть как ягненок которого ведут на убор представляете то есть насколько мы должны быть кроткими и смиренными а нас же не убивают да нас на крест не ведут нас не прибивают ко Христу нам всеволе сказали сказали поделись драниками хорошо поделись драниками тем не менее некоторые люди зачастую говорят что в этих песнях христианских такое западется что Бог нам дал щит дал нам меч обоюдоострый для того чтобы сражаться да они не с людьми они в покаянии да они с людьми на собрании Иисус сказал не против крови и плоти а против силы силы тьмы поднебесной против духовных дел к примеру опять же Гену приведу Гена он стал кротким и смиренным но он воевал за свою семью он не воевал против своей жены он воевал за свою семью он брал посты он молился он стоял он провозглашал он был твердым а некоторые воюют с женами или с мужьями или что-то доказывают иначе доказывают взял меч взял щит коня прыгнул и воюет в тайной комнате на ночной молитве на утренней молитве он стоял приходил и до сих пор стоит на каждой утренней молитве понимаете а некоторые люди путают они берут меч а меч в Библии это Божье Слово и рубают этим Божьим Словом людей в капусту это Божьем Словом что-то следующее дети Божьего Царства они свободны в Иисусе Христе от грехов, похотей и дурных привычек это то, что я в воскресенье проповедовал Иисус Христос освободил нас от этого рабства освободил нас от зависимости освободил нас от похоти от алчности от раздражения от страха от превозношения от обмана он освободил мы уже этому не предназначим но некоторые же еще сами засегивают следующее они исполняют заповедь любви закон Божьего Царства то есть для них превозносится милость над судом они говорят слова благословения слова любви слова почтения а не слова проклятия дети Божьего Царства всегда все и всем прощают всегда все и всем прощают независимо что бы тебе ни делали нет ничего на земле что бы ты не мог простить нет лучше прощать чем не прощать лучше простить и отпустить чем вариться в этом и привлечь для себя еще в гору болячек депрессии следующее дети Божьего Царства ведут благочестивый образ жизни и благотворно влияют на окружающих об этом человеке говорят вау это новый человек с ним приятно говорить его приятно слушать из его рта выходят только слова благословения слова радости веры надежды уверенности чистоты истины Божье Слово которые многие верующие говорят Божье Слово но он вас убивает почему убивает потому что Духа Божьего нет а Божий Дух это любовь а Слово Божье оно должно животворить обоюдно острый меч оно написано в Библии что оно отделяет человека от греха то есть когда говорится Божье Слово и оно режет тебя это говорит о том что это Божье Слово хочет отделить тебя от этого греха сделать тебя свободным разрезать вот эти оковы вот эти цепи которые у тебя ты скован и второе когда тебя тыкают ты такой ты сякой ты раз такой только ты и ты вот Божье Слово говорит следующее дети царства Божьего они щедры умеют не только принимать благословения но и сами благословляют других то есть эти люди которые не только мне мое для меня но еще отдают кому-то еще ищут проблемы еще ищут нужды еще ищут кого благословить следующее дети Божьего царства они всегда святы в своем слове то есть они следят за то что выходит из их рта не просто ой сори вырвалось нет это живет но не вырвалось но просто при мне вырвалось а без меня ну как следует что из его вырвалось при мне то я представляю что без меня рвется прямо из-за шеи давай тут почитаем мы стали списать Даниила Даниила вторая глава 44 стих стих и в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство которое вовеки не разрушится и царство это не будет передано другому народу оно сокрушит и разрушит все царства а само будет стоять вечно так как ты так как ты видел что камень оттокнут был от горы не руками и раздробил железо дальше уже не то то есть Данил говорит пророчество что Бог хочет создать царство которое никогда не разрушится больше Он хочет создать царство которое будет передано другому народу то есть народу который поверит Богу который будет жить по большим принципам, который будет жить по его заповедям, который будет жить по духу, по любви. И говорит, что это царство, оно сокрушит все царства, которые есть на земле, а само будет стоять вещь. То есть царство Божие, оно разрушит любое царство, любое учение, любые науки, любые какие-то достижения. Почему? Потому что царство Божие, оно вечное, оно твердое. Все остальное это временно. Я всегда собираю вопрос, стоит ли жить и вкладывать свои силы Иисуса в то временное, если Бога в это приготовление для царства вечного? Стойкий, Матвея. Это мне неудобно, с телефоном считать, я буду считать, сбитый. Я что-то технологиям еще не привык. Какая глава? Матвея, шестая глава. Матвея, шестая глава. Сейчас скажу вам с 19-го сектора. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровищ на земле, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». То есть о чем здесь говорится, да? Что мы строим себе дома побольше, гараж, машин побольше, считал банки побольше. Сегодня разговаривал с одним человеком, вчера умер там, ну подружка. Говорит, я был в ее доме, там четыре этажа, бассейн, 25 метров в минуту, и, кажется, 15 метров в живу. Не фитов, а метр. Дом. На первом этаже бассейн. На втором этаже это только столовая. Просто столовая. Размер, понимаете, столовая. В доме живут три человека. Если две собаки. Собачки. Представляете? Он был еще в три раза больше, чем он был. Да, на втором этаже. Ты что, все? Кому? Собачку. Не забывай. Возьми, сделай себе, если у тебя много денег, сделай себе, ну, достаточно. Да. Остальное помоги. Сегодня мы обсуждали одну тему. В социальной сети пошла мода, вливаться холодной водой, поддержание какой-то там болезни. А рядом фотография. Ребенок из Африки, ну, там, чайной ложечкой воду суживает. Не легче ли взять эти три ведра воды, запаковать, отправить банку. Или деньги собирать. Зачем? Чтобы рекламать, попить. Ну, конечно же, ну, это, это философский вопрос. По философски. Но. Самфан. Самфан. Для чего ты живешь? Показать, ну, себя в свете, с матюками, как тебя вливают холодной водой, или же действительно сделать для Царства Божьего. Не собирайте сокровища, где морь и ржа и стебя, где горы подкапывают. Но собирайтесь есть сокровища на небе, где ни морь, ни ржа, ни стебя, где горы не подкапывают. И. Купил, напомнил, я был, достали МСД с 99-го года, я боялся, чтобы его не поцарапали, чтобы зеркало не украли, чтобы бампер не помяли, чтобы подошел уже все, что у меня все шли. И где сейчас этот Мерседес? Ваня! Я его сам лично разобрал. А сейчас у меня Форд. Облитый. Классный. Меня там залили, как полы, дети. Марина там, говорю, Марин, сколько того Форда? Ну, вымоем тут, помой, тряпочки пройдем. Я смотрю, вы высохли, как и полы, и пятен даже не видно. Зато накричали на детей. То есть, твой ресурс, который у тебя есть, он должен служить. Нет, то есть, если на чрезвычайне можно забавить все так, по поводу грунта, чтобы не раздеревал. Что не наказывает ребенка, за другую сторону? Нет, конечно же, надо наказать. Но наказать не за то, что он запачкал машину, а за то, что он сделал неправильно. То есть, ну, крич же был не за то, что он раздал кококолу, а за то, что он запачкал машину. Шикарно. Торису не взял свою машинку, поехал на детскую площадку. Ну, если ты не хочешь, чтобы что-то произошло с твоей машинкой, то не давай ему. Ребенок поехал, там, естественно, вся детская площадка каталась на этой машинке. Там, ударили ее в зад. И не то, что там, там даже царапит. Просто заскочила одна деталь. Ее отверточкой в той ребенок, в свою Нью-Зи, в той церкви, в слезах, в криках. Испортили машину. Ну, то есть, понимаете, мы должны, мы нематериальные вещи. Нематериальные вещи для нас должны быть цены. Духовные. Что дороже? Эмоциональное состояние ребенка или машины? Кусок железа и пластмассы. Что дороже? Конечно, нужно научить. Конечно, нужно взять, ну, розу, и дать, наказать, научить, рассказать. Но не, ну, не поставить материальные вещи выше духовки. Но собирайте сокровища на небе. Где не море, не жаль, не стреляй, где горе, не подкапываю, и не пруду. Ибо где сокровище ваше, там будет быть сердце ваше. То есть, мы должны, конечно же, в первую очередь представить, тоже в отцовство, добрый дел, того, чтобы послужить, того, чтобы явить Божью славу. Следующее. Первое, паритерно. Первое, паритерно. Шест, третья глава. Десятого стиха. Давайте, если устроить, прочитайте. Начинаем. А под я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании и золото, серебра, и многоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Я сегодня прочитал часть книги, там написано было, что когда человек умирает, если он грешник, то он идет через суд, а верующий человек не приходит на суд, но он приходит под это судилище, где, к примеру, его душа как бы через огонь проходит, где обнаруживаются все его дела. И те дела, он все равно идет на небо, но каждый получит свою награду, потому мы изучаем, что каждый, какая будет твоя награда, то есть награда верному рабу, награда человеку, который пришел в небо, то есть каждый получит свою награду. Но тут как тут написано, что каждого дела обнаружатся, ибо день покажет, потому что в огне не открывается, и огонь испытывает тело каждого кого-то. То есть если ты строил на основании Иисуса Христа из золота, что огонь, как огонь повлияет на расплавить? Нет, оно наоборот еще больше, от огня оно еще больше очистится, и всякая примес уйдет, но золото все равно останется, оно станет еще лучше. Если ты строил из серебра, что огонь сделает? То же самое примесь сожжет, но серебро остается еще лучше, проба получится. Дерево, если ты строил из камня, из драгоценных камней, что сделает огонь из драгоценного камня? Ты ничего не сделаешь. Если ты строил из дерева, якобы делал что-то для Бога, ну и там имел свою какую-то нишку. То есть это же прогорит. И представь, да, ну, твое дело, и там, где было из дерева, одни дырки, потому что сгорели. Следующее, да, из сена или солома. Представь, да, ты делал Божье дело, на Божьем основании. Ты строил, ты там служил, ты там быхтел, но мотивация твоего сердца не была настроена для Бога. То есть Бог просит тебя, Бог все равно тебе примет свое царство, но покажет тебе твою жизнь, на основании которой ты жил. И представь, когда ты принесешь целый сноп сена и скажешь, Иисус, я столько работы для тебя сделал. Он скажет, окей, нам в огонь. И прошла твоя душа через огонь с этим снопом сено, что выйдет в итоге. Голая душа. Без каких-либо дел, без вот этой пены, пыли, и так далее. Это серьезно, это серьезно вещь. Потому что много мы делаем, очень много разных дел, но на основании чего. Окей, посмотрим, какие награды его отразили. Первая награда. Первая коленчика на девятой вору. 24 стих. Не знаете ли, что бегущее на листалище на листалище на бегущее на стадионе. Бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть Павел объясняет Коринфянам, что одно, потому что в Моисей главе говорится о наградах от Бога. И он говорит, если вы бежите уже на стадионе, то бежите так, чтобы победить. Самую лучшую. Бежите так, чтобы получить самую лучшую награду. Бежите так, чтобы быть в части и в почести, а не в толпе. Я помню такой девиз. Главное не победа, главное участь. Мир. Это олимпийский. Да, олимпийский. Это мира сего олимпийского. Евреям 12-го. с первого стихом. Поэтому и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. То есть, огромное количество людей за свидетельство на твоей жизни. Огромное количество. Они скажут, ты действительно победитель. Ты действительно человек, который бежал достойно. Ты действительно человек, который достойно награды. свергнем в себя всякое время и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предназбежащее нам помощи, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложивший ему радости претелпел крест, пренебрегший в поздравления и воссел одесной пустого Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. То есть, он говорит, смотрите, потому что, когда вы бежите на этом полкаще, когда вы идете, заменяйте какие-то плоские наслаждения, заменяйтесь духовными. Смотрите на Иисуса, как он делает. Там написано, что он обнищал для того, чтобы мы обогатились. Он разорился для того, чтобы каждый человек мог состояться. Он потратил огромное количество своих нервов Иисуса, чтобы знаний, силы Божьей, чтобы помочь окружающим Господом, чтобы быть достоинным. Следующее. То есть, первый такой венец будет называться для тех, кто такой, нетленный венец победителю, который дошел до конца на христианском попуще. То есть, какой-то венец нетленный, который какой-то венец, но просто дошел до конца, добежал, получил. Слава Богу, знаете, я представляю, когда читал, я представляю, бежит такой христианин, чувствую христианскую жизнь, добежал до Сарства Божьего, упал и как молния Матвилин языком до финиша дотянул и дали венец. Все. Дотянут слава Богу, заходи. Следующий венец для тех, кто приводил любить Бога. Первая венец венец. Это нетленный венец. Первая? венец. Первая венец. Где там она? Нашла? 245, 7-ая страница. Венец. Венец. Вторая глава. Первое посвящение. С девятнадцатого стиха. Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в предшествии Его, ибо вы слава наша и радость. То есть Павел филосимийцем говорит, что перед Богом вы наша слава, вы наш венец, вы наша награда. То есть для служителя, для пастора, для родителей слава это их дети, а для служителя, для пастора это люди, которым он помог или послужил, или дал слово, или у которых жизнь поменялась. То есть это награда, то есть награда таким людям, то, что они спасали людей. Следующее. Венец для тех, кто, будучи гоним за Христа, устоял и сохранил веру. Якова, первая глава. Я что-то сегодня чересчур кроткий и смиренный.